Фельдшерский пункт в селе Новокопылова – Образцовый. Здание построено в 2013 году, взамен сгоревшего годом ранее. Помощь получают 844 жителя. Здесь и процедурный кабинет, и два отдельных для приема взрослых и детей. Детского населения 143 человека. Из них 15 детей подростков, 16 детей детского учреждения, 4 ребенка до года. Пятеро женщин стоит на учете по беременности. Кроме того, это единственный из 32 ФАПов района, где можно онлайн записаться на прием к врачу как районной больницы, так и краевой. Татьяна Почиталкина работает здесь с 2014 года. Девушка приехала в село после окончания Барнаульского медицинского колледжа. Как раз в это время Алтайский край стал инициатором и разработчиком программы «Сельский фельдшер». Регион реализует ее исключительно на собственные средства. Из бюджета молодому специалисту выделяют 500 тысяч рублей. Александр, как вы себя чувствуете? Спасибо, спасибо. Спасибо, хорошо. Детская поликлиника «Заринска» построена в 2004 году в рамках семипалатинской программы. Специализированную медицинскую помощь здесь оказывают по 13 направлениям. Прием ведут хирург, психиатр, плюмонолог, генетик и другие специалисты. Кроме малышей из Заринска сюда приезжают пациенты из соседних районов – Заринского, Залесовского, Кытмановского и Табунского. Ключевой вопрос – кадровая политика. Медики говорят, специалистов не хватает. Например, педиатров. Укомплектованность лишь на 70%. Один из главных приоритетов сейчас – сделать так, чтобы программа «Земский доктор» распространялась и на малые города. Очень надеюсь и скорее даже убежден, что вопрос распространения программы «Земский доктор» на малые города будет решен положительно, судя по тому, что мы нашли поддержку и в Совете Федерации. Есть постановление Совета Федерации, касающиеся Алтайского края, с предложениями правительства. Сейчас администрация края вынуждена принимать точечные решения для привлечения врачей в больницы малых городов. В частности, в Заринске молодым специалистам покупают жилье. Уже приобрели три квартиры и планируют продолжить эту практику. Краевой программой трудоустройства на селе медицинских специалистов среднего звена заинтересовался Минздрав. Рассматривается вопрос ее софинансирования из федерального бюджета. Николай Тихонов, Дмитрий Козерлыга. Новости. Редактор субтитров А.Семкин